Если в вашей жизни всё не так, задумайтесь о том, что вы давно, а может быть никогда, не благодарили этот мир вообще ни за что. И, как всегда, всё, что касается научись что-то делать во внешний мир, тренируемся на котиках, тренируемся на себе. Себя тоже давно не благодарили, скорее всего, может быть вообще никогда. То есть начинаем с себя, потому что что такое отблагодарить, найти всё, за что можно сказать, это было хорошо, это было на пользу. И как тяжело людям, у которых фокус застрял в негативе, вот эти вот моменты вылавливать и начать благодарить. Но ведь всё плохо, не за что благодарить, я плохо живу, у меня плохое здоровье, у меня всё плохо, у меня не тот мужчина, у меня не та работа и так далее. И дети мои дураки. За что благодарить? Ну вот никогда ничего не отдавали, поэтому надо начать. Да, зачем-то был дан этот муж, который ни на что не годен, спасибо из-за него, да, да, зачем-то я родилась в этом городе, спасибо. Потому что, во-первых, мы часто забываем о том, что всегда может быть хуже, понимаете, всегда может быть хуже. И вот нужно благодарить. Благодарить – это не значит смириться. Вот многие путают. Принятие, да, почему так тяжело идёт принятие? Принятие – это значит подписаться, что я согласна? Это значит принять правила игры. Да, моя жизнь такая. Хорошо, я принимаю эти условия игры, и я буду её улучшать. И то же самое, благодарность. Да, за что-то были даны эти обстоятельства. Спасибо им, я иду дальше, и я расту, да, я плыву дальше. То есть я не подписываю раз и навсегда договор, что если я благодарю, значит всё, это моё. Нет. Но почему так отбрыкиваются люди? Потому что путают вот это вот согласие навсегда, смирение, путают с принятием и благодарностью. Нет, это не одно и то же. И совершенно разное. И более того, мы меняем нашу жизнь, она поддаётся корректировке, пространство отвечает на наши просьбы только тогда, когда мы принимаем и благодарим. Мы можем достучаться и, что называется, зажав зубы, изменить, но уйдёт энергии в 10 раз больше. Понимаете? То есть, а возможно ли перемены без принятия и благодарности? Возможно. Но их будет намного меньше, они будут хуже качеством и уйдёт энергии намного больше. А может быть вообще не получится. Чаще всего вообще не получается. Вот вообще не получается. У людей, которые не способны к благодарности, не получается вообще ничего. Поэтому и приходим к результату, что жизнь, она похожа на вот что-то непонятное. Оторви и выброси называется. Понимаем, да? То есть, первое. Принятие и благодарность, это не значит, что я смирилась. Более того, поддаётся легче. И как раз у тех, кто никак не принимает и не благодарит, упирается рогами, да, и копытами. Как раз у них и получается, что, ах, ты не хочешь, но так ты получишь это на всю жизнь. Ты будешь так жить просто. И всё. Понимаете? Поэтому, что называется, не надо гневить небо. Начинаем принимать, начинаем благодарить, потому что всегда могло быть хуже. Начинаем искать, выискивать хорошее. В себе и в окружающей жизни. В себе и в окружающей жизни. Невозможно научиться хорошо благодарить людей и пространство, если мы не умеем благодарить себя. То есть, это вот связано. Если кто-то говорит, ну, нет, я благодарна, я говорю спасибо, я знаю, если мне кто-то что-то хорошее сказал, я ему спасибо говорю. А вот себе ни разу не говорила. Смотрите. Если вы не умеете благодарить себя, то то, что вы делаете другим, это заискивание, это неблагодарность. Благодарность, она идёт на равных. Благодарность идёт на равных. От отблагодарённого, да, тому, кого я благодарю. Ещё раз. Если вы сами не отблагодарённые, то от вас благодарность, она вот, от этой благодарности обижать хочется. Это энергия высокого качества, да, высокие вибрации. Это одна из тех энергий, которая нас очень качественно наполняет. К вопросу о том, кто такой наполненный. Вот одна из форм энергетики, это и благодарность в том числе себе самой. Поэтому берём себя за уши и начинаем искать в себе хорошие качества, хорошие поступки. Начинаем себя благодарить, говорить себе за них спасибо. Молодец, что смогла. Как смогла, так и сделала. Молодец, что вообще сделала. Вот другой бы на твоём месте ничего бы не сделал, да. То есть находим. Очень часто тяжело от первого лица вот саму себя благодарить, если не привыкли. Значит, выходим на место, смотрим на себя глазами человека, который нас любит. Смотрим на себя глазами мамы. Смотрим на себя, не знаю, глазами мужа, глазами подруги, глазами бабушки, глазами дочери. Любого человека, который вас сильно любит. Смотрим на себя его глазами. Смотрим на себя глазами нашего ангела-хранителя. что мы можем сказать хорошего про эту девушку есть что-то хорошее в ней в ее характере в ее поступках есть же то на чем она старается пусть у нее даже не получается есть и вот находим это и начинаем себя благодарить будете практиковать вот хотя бы две недели вы почувствуете разницу ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону потому что то я еще раз повторюсь буду нудеть пока что называется если мы откроем квантовую физику 99 и запятая 9 атома мы состоим из атомов 99 и запятая 9 атома состоят из энергии и только 0 , 1 это материя мы состоим из энергии это уже доказано понимаете и вот как электричество никто не видел но она работает энергия и вот одна из форм этой энергии это благодарность поэтому что называется берем и делаем все больше никак